Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске знаменитые дети Западной Армении, основатель новой армянской звукозаписи Амбарцум Лиманджан. В многоквартирных домах на улице Туманяна в Степанакерте ведутся отделочные работы. Семинар пробуждения от тяжелой литургии в постоянном представительстве республики Западная Армения. Познакомимся с историческими местами Западной Армении – Талас. С Азербайджаном не должно быть подписано мирное соглашение Ливон Айриан. В Ване откроется выставка-ярмарка местных продуктов. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Амбарцум Лиманджан родился в 1768 году в Константинопле. Армянский музыковед и основатель новой армянской звукозаписи Амбарцум Лиманджан приходит к выводу, что при безвкусном исполнении государственная духовная музыка подвергается искажениям, которых следовало бы избежать. Лиманджан берется за создание армянского нотирования. В 1813 году миру стала известна запись Лиманджана. С 19 века в этой нотации пишутся литургии Шаракноц, а с начала 20 века пишутся сборники народных и национально-патриотических песен. Система Лиманджана до сих пор сохраняет свое патриотическое значение. В новостройках, построенных на улице Туманяна в Степанакерте, ведутся отделочные работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Республики Арцах Марта Даниэлян. В жилом доме, построенном на улице Туманяна, 108 квартир. Из них 92-комнатные и 18 трехкомнатных. В построенном на этой же улице жилом доме 153 квартиры. Из них 31 будет двухкомнатной, 94 трехкомнатной, а 28 – четырехкомнатной. Дома строит компания «Караван» и «Чаншин» за счет средств всеармянского фонда «Айастан», сказала Даниэлян. Квартиры уже предоставлены семьям погибших борцов и переселенцам из городов Гадруда и Шуши. Депутат Республики Западной Армении Армян Хачатрям встретился с рядом граждан в постоянном представительстве Западной Армении в Ириване, в рамках которого был проведен семинар на тему пробуждения от тяжелой литургии. Цели семинара – уменьшить стревожность, научиться просить о помощи и говорить «нет», межличностные отношения, избавиться от прошлого, повысить самооценку, обретение уверенности в себе, укрепить именную систему, узнать о вселенских законах, которые применимы к нам. Двухтысячелетнее поселение Талас в Западной Армении с мечетями, церквями и древними каменными домами объединяет разные культуры. Талас, который является уникальным перекрестком многих цивилизаций в истории, сегодня продолжает хранить следы прошлого, увлекая своих посетителей в историческое путешествие. Сегодня в провинции, привлекающей внимание своими узкими улочками, высокими стенами и историческими зданиями, бурлит общественная жизнь, привлекающая туристов. Дорогие соотечественники, если вы хотите посетить нашу историческую родину и познакомиться с ее прекрасными местами, то Талас – одно из мест, которые вы ищете. Возвращение в Арцах для нас не самоцель. Об этом заявил председатель общественной организации Загадрут Ливон Айриан в беседе с журналистами. Касаясь возможного подписания мирного соглашения с Азербайджаном, он сказал, правительство Армении само не знает, чего оно хочет. Если вы не объявляли войну Азербайджану, и Азербайджан не объявлял войну вам, то что за мирное соглашение? Это не мирное соглашение, это продолжение капитуляции. Что касается турецкой декларации Шуши, то об этом Ливон Айриан сказал, «Мы должны заявить, что турецкой шушинской декларации для нас не существует. То же самое мы должны объявить о соглашении от 9 ноября». Следует отметить, что депортированные из Арцаха жители провели акцию протеста, требуя, наконец, предоставить им статус беженцев, так как они не видят другого выхода. Ярмарка местных продуктов в городе ВАМ Западная Армения откроет свои двери для посетителей с 25 февраля по 6 марта. На ярмарке свои стенды откроют более 100 компаний-предпринимателей из 81 региона, а гостей познакомят с разнообразными вкусами, привезенными из разных регионов Западной Армении. Также будут мероприятия для детей. Ожидается около 50 тысяч посетителей. По словам организаторов, это будет красивая ярмарка. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наше национальное требование, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...